здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы нарисуем рунический знак берег валькнут соответственно я буду рисовать только сам этот знак который состоит из трех треугольников если посмотреть какие варианты существуют по внешнему виду у этого знака написав валькнут в поиске можно сразу заметить что он изображается как бы в двух вариантах когда вот здесь слева два треугольника левых на одной вертикальной оси либо вот здесь справа когда два треугольника стоят по горизонтали на одной оси если посмотреть разные варианты в поиске кулом то здесь вот четко прослеживается два этих варианта в этом уроке мы будем рисовать вот этот вариант принцип построением у них практически одинаковый зная один вариант вам несложно будет нарисовать его в другом варианте можете скопировать возьмите вот такой значок где один треугольник будет выше другого они где 2 на одном уровне этот знак я бы нарисовал без объяснения если только бы рисовал за секунд 30 но так как я буду объяснять более-менее подробно как я его создавал то это будет конечно более длительное время кому не терпится побыстрее то посмотреть можете увеличить скорость просмотра этого видео чтобы увидеть быстрее результат под этим видео я поставлю ссылку на вот эти вот 5 фотографий если еще рассказать что такое валькнут это магический символ переплетение трех треугольников валькнут символ одина связанные с ним магией символ переходов мостов между мирами каждый из треугольников валькнута соответствует трем вертикальным мирам верхнему среднему и нижнему создадим программе coral новый пустой документ файл создать формат я выберу а4 можете выбрать и другой размер листа это не принципиально единственное что удобнее на мой взгляд сейчас использовать миллиметры щелкаем ok сразу же давайте сохраним его свои папки файл сохранить как я назову этот документ валькнут подчеркивание 0 жмем сохранить также стоит сказать при создании нового документа когда вы нажимали файл создать у некоторых я предполагаю что в это окно не открылось если кто-то до вас либо вы поставили галочку больше не показывать то это окно не открывается с настройками документа у кого это окно не открылось чтоб она открылась если она вам нужно нужно найти настройки программы coral то есть нажать на вот эту шестеренку либо инструменты параметры control джей заходим сюда и здесь в разделе рабочее пространство общее вам надо поставить галочку диалоговое окно показать новый документ тогда это окошечко с настройками документа будет показывать мы это проходили в предыдущих уроках сейчас мы это просто повторили я щелку окей я перейду в папку где у меня лежат мои фотографии и файл моего проекта и возьму вот это вот фотографию перетяну ее зажав левую клавишу мышки в наш документ сейчас давайте откроем окном с инструментами по масштабу я щелкаю правой клавишей на вот этой вот панели и здесь выбираем масштаб откройте эти инструменты они нам пригодятся немного уменьшим наш лист сейчас я выберу инструмент форма чтобы обрезать лишнее у нашего изображения выделяем обводим две левых крайних точки и выделив один из маркеров смещаем где-то вот таким образом то же самое делаем с правой стороны сверху и снизу здесь можно заметить что вот верхний наш треугольник содержит как бы в себе нижний а нижний содержит в себе правой также если подробнее рассмотреть например вот провести прямую линию относительно низом верхнего треугольника то можно выделить 8 точек ключевых на которых находятся наши треугольники вот это у нас первая . дальше 2 3 4 5 6 7 и 8 и как мы видим эти точки у нас находится практически на одинаковом расстоянии расстояние между соседними точками это и есть толщина нашего треугольника так можно вычислить внутренний треугольник который вырезает у нас отверстие в самом треугольнике это если брать в теории на практике здесь немножко это по-другому выглядит толщина вот этой вот части треугольника должна быть немножко больше чем одна восьмая тогда все это сходится это у нас были небольшие такие расчеты теперь давайте приступим непосредственно к созданию нашего знака на практике все будет немного проще равносторонний треугольник программе коралл можно нарисовать разными методами давайте рассмотрим например два метода это можно сделать из многоугольника берем многоугольник здесь количество сторон задаете 3 зажимаем клавишу control на клавиатуре и рисуем вот произвольный треугольник также это можно сделать используя инструмент звезда тоже здесь задаете количество сторон 3 также здесь нужно отрегулировать параметр резкости если вот в этом положении нарисовать зажав клавишу контур рисуется вот такой объект здесь вместо 53 я задам единицу и жму enter чтобы убедиться что у нас треугольник равносторонний что у него стороны одинаковые давайте это проверим и давайте здесь у этого объекта зададим по ширине какой-нибудь целое число не дробное здесь я нажимаю замочек чтоб стороны пропорционально у нас менялись и здесь давайте я веду число 80 миллиметров жмем enter увеличим этот объект нажмем на кнопочку выбранные объекты в данном случае у нас нижняя сторона нашего треугольника равняется 80 сантиметрам здесь можно использовать два инструмента на мой взгляд это параллельный размер и размер сегментов давайте выберем параллельный размер щелкаем на верхней точке когда показывается слово узел левой клавишей не отпускаем левую клавишу и тянем до вот этой точки когда появляется узел отпускаем левую клавишу тянем в сторону и видим наши 80 сантиметров 80 и 80 убедились что наш объект равносторонний я удалю этот треугольник теперь давайте зададим размер нашего треугольника чтоб у меня и вас было одинаково здесь по ширине я задам 70 миллиметров по высоте получается соответствующее число сделаем копию этого объекта я щелкаю правой клавишей на объекте тянул в сторону и жму левой скопировать цвет этому объекту давайте выберем какой-нибудь отличный от белого размер по ширине я задам 35 миллиметров а теперь где-то в центре наводим курсор на наш зеленый треугольник и когда появляется по центру жмем левую клавишу и перемещаем в белый треугольник чтоб центр совместился центром другого треугольника пускаем теперь они стоят по центру относительно друг друга теперь выделяем два этих объекта и жмем кнопочку задний минус передний а прорезается соответствующее отверстие и сейчас чтобы построение было более точное нам нужно убрать обводку она у нас здесь видите черного цвета и присутствует я жму правой клавишей на соответствующим перечеркнутом квадратике водка у нас пропадает сделаем копию этого треугольника жмем копировать потом жмем кнопку вставить отбегаем сторону давайте его перекрасим в другой цвет дальше хватаем за верхний узел зеленого треугольника и ставим его в узел синего треугольника делаем еще раз копию нашего объекта меняем цвет я беру за вот этот узел и ставлю в этот узел зеленого треугольник треугольник треугольники расставлены на положенные места осталось подрезать немножко нужные места в них давайте начнем это делать с вот этой вот центральной части для этого выделим зеленый треугольник и отменим у него пока заливку жмем левой клавишей на соответствующим перечеркнутом белом квадратике также для лучшего контроля ситуации лучше открыть и в меню окно окна настройки диспетчер объектов где можно проследить какой объект находится выше другого далее создадим направляющую щелкнем на верхней линеечке левой клавишей тянем вниз и ставим вот в это место далее вернем цвет нашему зеленому треугольнику выделяем вот эту кривую и щелкаем левой клавишей на соответствующем цвете нам нужно отрезать нижнюю часть по вот этой направляющие у этого зеленого треугольника для этого берем инструмент прямоугольник давайте включим привязку к направляющим чтобы объекты липли по нашим направляющим заходим в меню вид далее привязать к и и ставим здесь галочку напротив направляющие теперь при наведении наши направляющие подсвечиваются подсказками и вот где-то вот с этого положения вот рисуем такой прямоугольник чтобы он полностью перекрыл нижнюю зеленую часть нашего треугольника зальем этот объект отменим обводка щелкаем правой клавишей а теперь активизируем инструмент выбора щелкаем клавишу shift и выделяем щелкаем на зеленом прямоугольнике что выделить два наших объекта сделаем копиум двух этих объектов я тяну правой клавишей в сторону так как нам понадобится и верхняя часть зеленого треугольника и нижняя теперь заново выделяем этот объект и зажав shift вот этот объект то есть вот эти два объекта и щелкаем сверху задний минус передний получаем соответствующий объект вот он теперь давайте отрежем нижнюю часть у этого треугольником там где-то нужно поставим его на место выделяем его заново берем за верхний узел ставим вот этот узел дальше берем наш прямоугольник теперь берем за нижний край нашего желтого прямоугольника и ставим вот в эту точку сделаем его немного больше чтоб он перекрыл полностью верхнюю часть зеленого треугольника теперь жмем клавишу обратно shift и выделяем зеленую часть нашего треугольника теперь жмем на кнопки задний минус передний и получаем соответствующий объект он выглядит вот таким мы уже почти закончили выделяем вот эту часть и ставим на верхний уровень в иерархии этих объектов это можно сделать выделив объект диспетчере объектов и перетянув его на верхнее положение скроем направляющую далее можно задать соответствующий цвет этим объектам и обводку выделяем все наши объекты я задам им черный цвет и белую обводку нажав правой клавишей на белом цвете далее конечно вы можете задать толщину больше либо меньше объект готов мы получили векторный объект который легко масштабируется до любого размера то есть можно уменьшить можно увеличить если вам это нужно экспортировать в растровый формат jpeg либо какой-то другой проделайте соответствующее действие если будут вопросы по этому уроку задавайте в следующем уроке мы разберем что такое трассировка или как переводить вот растровые картинки векторные то есть вот этот знак который мы нарисовали можно было создать если бы у нас была четкая картинка растровая в течение 10 секунд и получить такой же результат который мы нарисовали вручную здесь мы разобрали ряд полезных инструментов в программе coral которые нам пригодятся в дальнейших уроках спасибо за внимание жду вас в следующем уроке